Построенный в 1959 году учебно-оздоровительный центр Яльчик каждый год приглашал к себе в гости отдыхающих. Однако в этом году из-за сложной ситуации с коронавирусом лагерь пустует. Чтобы как-то занять студентов, оставшихся на лето в Казани, Казанский федеральный университет подготовил программу трудоустройства студентов. Здесь студенты отдыхают, здесь же они выполняют мелкие работы по благоустройству лагеря. Немного подкрасить забор, облагородить территорию и обновить обетшалые постройки. Уже не первую неделю 22 иностранных студента Казанского федерального университета трудятся в учебно-оздоровительном центре на озере Яльчик. Такая возможность была предоставлена департаментом по молодежной политике КФУ в рамках программы по трудоустройству студентов. Перед ними поставлена задача улучшить материальное положение спортивных баз нашего учебно-оздоровительного центра, улучшить состояние жилищных помещений и убрать территорию. Эта работа организована, и поэтому студенты в нашем учебно-оздоровительном центре Яльчик живут по определенному расписанию. Распорядок дня таков. Подъем, зарядка, завтрак. После этого обязательные работы на территории центра. Затем обед. В столовой обязательное мытье рук и рассадка как можно дальше друг от друга. На обед первое, второе и компот. После этого встреча, где обсуждаются разные вопросы и проходят уроки русского языка. Как нам рассказали, в лагере студентов учат русской речи, чтобы в новом учебном году им было легче учиться в университете. Сказали, что мы будем работать, играть в волейбол. Да. Там сколько команд нам надо? А у нас сколько команд, мы такие будут играть? Да. После обеда у студентов так называемое свободное время. Каждый может заниматься тем, чем захочет. Однако безделью студенты выбирают активный отдых. Поиграть в волейбол, бадминтон и баскетбол. На свежем воздухе ребята стараются проводить как можно больше времени. После работы я отдыхаю чуть-чуть, потом делаю домашние задания, как всегда. Но мы знаем, что у нас домашние задания тоже, и много-много. Ближе к вечеру снова работа. Студенты не устают. Им нравится проводить время на свежем воздухе. У себя на родине многие из них никогда не занимались подобным видом деятельности. Хотелось бы приехать еще на следующую смену? Да. Я хотела приехать. Здесь очень приятно. Вообще-то классные люди. Вообще-то очень хорошо относятся к нам. И в разбирательстве. И все хорошо. Перед тем, как заселить студентов на территории центра, была проведена тщательная подготовка. В том числе обработали местность от клещей и комаров. Каждому студенту ежедневно замеряют температуру. За территорию центра ребят не упускают. Эти меры предосторожности оправдывают себя, чтобы случайно не допустить распространения вируса. Обязательно медицинские осмотры. У всех проверяется температура, состояние здоровья, как у сотрудников учебно-оздоровительного центра, так и у всех студентов. Совсем скоро студенты покинут Яльчик и отправятся в Казань. После них приедет новая смена студентов. Однако у всех, кто покинет лагерь, останутся воспоминания о приятном времяпрепровождении на озере. Лев Диденко, Фаридзе Хитаглы, Универ Ньюс.